Всем привет! Вы на канале Пернатикс Лайв и сегодня видео про приручение. Почему-то на канале нет ни одного ролика касательно приручения попугая, поэтому будем это исправлять. Как приручить попугая – самый часто задаваемый вопрос от новичков. Что меня печалит, это то, что этот вопрос задается в ключе, как быстро приручить попугая, подскажите какой-то супер быстрый способ, чтобы приручить попугая за две недели, за неделю или даже за пару дней. Создается такое впечатление, что человек ждет какой-то магический способ, чтобы вот так вот по щелчку пальцев просто попугай стал за пару дней ручным. Ведь на самом деле приручение попугая – это большая работа. Но что самое интересное, что в сети вы можете найти кучу разных способов, а-ля универсальный способ, как приручить попугая за две недели, за неделю и даже за несколько дней. К чему я очень скептически отношусь, что это универсальный способ и что любой попугай приучится этим способом. Потому что каждому попугаю нужен какой-то индивидуальный подход. Есть несколько способов приручения попугая и зависят они от того, что лежит в их основе. Первое – это приручение попугая на основе доверия, на установлении взаимодоверительных отношений между владельцем и попугаем. Я продерживаюсь этого взгляда и считаю, что это единственно правильный путь приручения через доверие. Второй способ не очень мне вообще импонирует. В нем говорится о том, что вы должны показать попугаю, кто хозяин, кто главный. Вы должны быть авторитетом для вашего попугая. Попугай должен вас слушаться, он должен вас бояться и поэтому он станет ручной и не должен вам никаким образом препятствовать на любые ваши действия. Мне это совершенно не импонирует, знать, что попугай находится рядом со мной, возле меня, только потому, что он меня боится, а не потому, что ему хочется и он мне доверяет. И третий способ, в котором говорится, что нужно взять попугая, замотать его в какую-то ткань и принудительно держать его и гладить. И таким образом со временем попугай перестанет бояться и станет ручным. Что тоже очень как бы сомнительно, потому что страх у попугая перед человеком останется и вероятно, что он будет находиться рядом с вами и либо не вырываться из ваших рук только потому, что будет бояться сделать какое-то неверное решение. И вообще я не представляю, как это может быть каким-то универсальным способом. Попробуйте так взять крупного попугая, вы просто останетесь с покусанными либо же откусанными пальцами, потому что крупный попугай не будет просто сидеть и терпеть, когда его без его желания будут гладить. Поэтому эти два способа мне не очень нравятся, я их не приемлю. Опять же повторюсь, я считаю, что взаимоотношения должны устроиться на доверии. Поэтому все, что я буду говорить дальше касается именно приручения, основанного на доверии. Часто люди пишут, что я пользовался вот этим способом и он не работает. Написано, что попугай приручится за 2 недели, за месяц, за два, но ничего не происходит, мой попугай до сих пор не приручился, способ плохой и все в таком духе. На самом деле многие забывают, что приручение это процесс индивидуальный и у каждой птицы со своим владельцем он происходит по-разному. И если ваш попугай приручается быстрее или медленнее других попугаев, это неплохо, это и нехорошо, это нормально, потому что каждому попугаю нужно свое время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к вам. Мое мнение таково, что существуют 4 фактора, которые в совокупности в большей или меньшей степени влияют на приручение, в частности на время приручения. И первое, нужно помнить, что каждая птица это индивидуальность со своим характером, темпераментом и какими-то особенностями. Есть попугаи пугливые, есть наоборот очень любопытные, смелые, есть спокойные, есть шебутные и очень энергичные. И это частично влияет на приручение. Второе, это то, сколько вы времени тратите на приручение своего попугая. Это 1 раз в день 5 минут, 1 раз в день полчаса, либо 2 раза в день по 5 минут, либо 2 раза в день по 20 минут, либо чаще вы уделяете время своему попугаю при приручении. В большинстве случаев рациональное дробное приручение то есть, когда вы уделяете попугаю несколько раз в день время и приручаете его, дает положительный результат. Третье, это то, насколько ваш попугай при покупке изначально ручной или дикий. И ручной я имею в виду не то, что вы покупаете выкормыша, а покупаете нормального птенца, которого выкормили родители. Но я знаю такую практику, что заводчики берут птенцов несколько раз в день и птенцы, выкормленные родителями, получаются ручными, либо полуручными. Есть полуручные попугаи, которые там подпускают вас к себе, но не берут еду из рук. Есть совершенно дикие попугаи, которые родились и выросли в вольере и при приближении там ближе вас к ним на несколько метров, они начинают паниковать и стерить. Поэтому чем более дикий попугай, тем больше времени ему нужно, чтобы адаптироваться и время ему нужно больше на приручение. Хотя бывают и исключения, когда более дикий попугай приручается быстрее, чем тот, который более ручной. Опять же, с оглядкой на первые два фактора, о которых я сказала. И четвертый фактор, он относится только к тем попугаям, у которых вы не первый владелец после заводчика, а второй, третий. То есть вы где-то купили, либо же отдали уже подросшую птицу, либо взрослую птицу. И этот фактор, это то, что птица видела от прошлых хозяев, как к ней относились. То есть связанные эмоции с человеком у нее отрицательные, либо положительные. Кричали на нее, ругали, пугали, не обращали внимания, либо отношение наоборот было хорошее и уделяли время. Потому что попугаи довольно-таки долго помнят, особенно крупные попугаи, они хорошо запоминают свой опыт общения с человеком, и если он негативный, то попугаю нужно много времени. Я знаю крупные попугаи, которые приручались у новых хозяев 2-3 года и больше. Человеку понадобилось столько времени, чтобы птица начала доверять. Это те факторы, которые я выделяю, как те, которые влияют на приручение. И теперь некоторые такие важные моменты, на мой взгляд, которые я определила для себя, пока приручала своих попугаев. И первое. Это регулярность. Попугаю нужно уделять при приручении регулярно время. То есть не так, что вы сегодня приручаете, потом вам день 2-3 некогда, а потом вы начинаете опять приручать. Потому что за эти дни, которые вы не уделяете птице время, птица может забыть достигнутый результат, и вам придется начать все заново. Поэтому желательно регулярно и по своему опыту скажу, что это должно быть чаще, чем раз в день. 2 раза в день, либо же 3 раза в день. Но опять же, все должно быть в меру разумного. Это не значит, что чаще, это вы должны там каждые полчаса дергать вашего попугая. Нет. Я считаю, что самым оптимальным уделять птице дробно, это 2-3-4 раза в день. Второе. Это то, что птица не должна чувствовать от вас негатив. Если она приручается не так быстро, как бы вам хотелось, в каких-то моментах продолжает вас бояться, вы пытаетесь, допустим, стоите с протянутой рукой с вкусняха, она все равно вас боится, вы стоите 5-10 минут, ничего не происходит, вы начинаете нервничать, злиться, раздражаться. Это вообще никоим образом не поможет. Птица почувствует от вас негатив, и это никак не ускорит ее приручение. Поэтому вы должны спокойно принять это. Не получилось сегодня, получится завтра, послезавтра. Вы должны, опять же, понимать и помнить, что каждой птице нужно свое время даже на один и тот же этап. Третье. Вы должны понять после покупки попугая, насколько он у вас ручной, либо же дикий. Потому что вы можете купить как ручного, либо же практически ручного попугая. И я повторюсь, не выкормыша, а попугая, которого выкармливали родители. Или просто люди брали их в возрасте птенчика в руки, и они стали ручными, либо же полуручными. Либо же у вас совершенно дикий попугай, который родился и вырос в вольере, и боится вас, начинает паниковать, истерить, когда вы подходите ближе, чем на 2-3 метра к его клетке. Почему это нужно знать? Потому что в зависимости, насколько ваш попугай дикий или ручной, вы начинаете с определенного этапа приручения. Потому что, смотрите, этапы приручения, они в принципе одинаковые. Допустим, возьмем совершенно дикого попугая, который боится приближения к нему, допустим, ближе, чем на 2 метра к клетке. Какие вообще действия делаются? Первое, то вы должны ласково разговаривать с расстояния 2-3 метра от клетки, находиться, чтобы птица вас видела, что-то ему рассказывать, и птица постепенно к вам привыкала. И постепенно, постепенно вы должны подходить ближе, ближе и ближе к клетке. И вы добиваетесь такого результата, чтобы вы могли подойти вплотную к клетке, и птица не билась о прутье, не металась, а возможно, просто отходила в глубину клетки, но никакой паники не проявляла. Дальше вы продолжаете разговаривать с ней возле клетки, и потом пытаетесь через прутья предложить ей, допустим, вкусняшку, допустим, сенегальское просо, либо чумизу, либо что-то еще, что вы подметите, ваша птица воспринимает как лакомство, либо любит есть. Потом вы постепенно подносите ладонь уже при открытой дверце клетки, либо когда птица гуляет на стенде, и добиваетесь того, что птица берет у вас ладони еду, потом осторожно делаете так, чтобы птица перешла своими лапками вам на ладони, сидела уже на ладони и кушала лакомство, ну и постепенно приручить к тому, чтобы птица шла вам на руку уже без всякого лакомства. То есть такие этапы, они в принципе везде практически одинаковые. Так вот, вам нужно знать, насколько ваш попугай дикий, либо же не дикий, чтобы понимать, с какого этапа начать приручение. Потому что если вы можете свободно в первый день подойти к попугаю в притык клетки, видите, что он вас особо не боится и не паникует, ну просто так вот настороженно на вас поглядывать, то разговаривать с ним на расстоянии трех метров не имеет смысла, потому что он не настолько дикий, чтобы вы начинали с этого этапа. Тогда его приручение нужно начинать с того, чтобы находиться рядом с клеткой, разговаривать и уже пробовать предложить ему вкусняху. То есть, чтобы не делать какие-то ненужные этапы, чтобы не делать какие-то ненужные действия. Поэтому важно это определить. Это не сложно, вы это за 2-3 дня адаптации попугая увидите, ухаживая за ним, убирая из клетки, давая ему еду и наблюдая за его поведением при вашем приближении. Это тоже очень важно понять, с какого этапа вам начинать приручение. И четвертое, это то, о чем я уже не раз упомянула, что каждой птице нужно свое время. Вы должны это понимать, принимать. И птиц от этого не становится лучше или хуже. Каждому попугаю нужно свое время. Кто-то приручается за неделю, за две, за месяц, за три месяца. Кому-то нужно полгода, кому-то нужно еще больше времени. Но опять же, это не делает птицу умной, глупой, хорошей, плохой. Она просто не такая, как все. И нужно это понимать, принимать и никогда не бросать. Некоторые люди говорят, что мы попытались приручить попугая. Там неделю, две, три месяца ничего не произошло. Люди на этом останавливаются, забрасывают и все. Возможно, этому попугаю нужно немного больше времени, чем неделя, две или месяц. И результат бы не заставил себя ждать. Поэтому никогда не нужно бросать попытки приручить попугая. Даже взрослые попугаи, которые дикие, они приручаются. Просто им нужно больше времени и какой-то свой индивидуальный подход. Каждому попугаю, который владелец определяет для себя сам, видя манеры поведения и какие-то особенности своей птицы. Это все, что я хотела рассказать. Надеюсь, вам это пригодится. Также, если вам будет интересно, я расскажу вам истории проручения своих попугаев, которые совершенно разные, ввиду их индивидуальных особенностей характера и поведения. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях. Всем пока и увидимся уже совсем скоро.